Итоги деятельности подразделений блока антикризисного управления за прошлый год озвучили в Главном управлении МЧС России по Дагестану. Встреча прошла под руководством Наримана Казимагамедова. Зам. начальника Сулейман Рамазанов обозначил статистику, где рассказал, что дежурная смена Главного управления отреагировала на три чрезвычайные ситуации дорожно-транспортных происшествий, 143 социально значимых, а также на более 4000 пожаров. В 1086 дорожно-транспортных происшествий и 74 происшествия на водных объектах произошедшие чрезвычайные ситуации и происшествия соответствовали рискам, характерным для территории республики. Также в рамках встречи было отмечено, что в целях подготовки диспетчеров и ДДС в прошлом году было проведено свыше 600 тренировок и внедрены 4 информационные системы. По итогам проведенных мероприятий штатная численность сотрудников выросла на 70 единиц. В 38 муниципалитетах помещения диспетчерской службы приведены в соответствии с нормативами. Оперативной дежурной сменой было организовано реагирование по 52 штормовым предупреждениям. В превентивных целях организовывалось СМС-информирование населения с общим охватом более 40 миллионов абонентов. Специалистами ЦУКС с применением информационных систем были подготовлены и доведены до должностных лиц органов управления РСЧС через ЕДДС 1215 моделей развития обстановки. В том числе 512 на основании прогнозных данных, полученных от дагестанского ЦГМС. Проводилась ежедневная проверка доведения данных прогнозов путем обзвона районных служб и подтверждения ими полученной информации от ЕДДС. Также при реагировании на происшествия применялись и беспилотно-авиационные системы. В 2022 году этими подразделениями было совершено 207 полетов. По результатам работы подразделения беспилотной авиации главного управления стали лучшими по Северному Кавказу и вошли в тройку лучших по России.